Здравствуйте! Сегодня 30 марта. Наступил сезон цветения самых, наверное, красивых котлей мусси. Как раньше их считали, котлей с самыми крупными цветками. И семиальбовая, и цирулейная, и типовая. Цветет гибрид валькириана на варнере. Все растения я подпишу в описании к видео. Ну, в шрёдере, конечно. В общем, всяк, красота. Ну, и буду теперь показывать по каждому растению. Все цветет интересный гибрид, который я показывала на прошлом видео. Оно было не так давно. У него самое интересное, цветки приобрели такой немножко персиковый отлив. Это пришло, наверное, на седьмой день после цветения. Я бирочку сделаю. Цветет фаленопсисов. У меня их несколько. Вот они, бабочки. Все так же цветет. Пурпурато на муссе. Это конхомиана типовая. У меня осенью было такое напасть. Кузнечики. Напрыгали в теплицу и стали жить. Пока я их всех не поубивала, потому что по-другому невозможно. Они просто едят цветы, росты, цветы. И какая-то самочка, видно, отложила мне кузнечиков. Теперь на цветах часто могу наблюдать. Маленькие кузнечики прыгающие. По-моему, сейчас я вам покажу. Вот он. Видите, они растут достаточно быстро. Честно, я очень боюсь кузнечиков. Маленьких не боюсь. Вот такая вот нехорошая белая кузнечика. Они просто едят цветы. Паразиты какие-то. Это цветет пампкин фестиваль. Все еще один цветочек красивый. Цветение не полное. Следующее будет побольше и покрасивее. Опять на бутонах пофиния крестата. Все растет интересненько. Так, Шриодори Котлея цветет с двух цветоносов. Как обычно, цветы смотрят в разные стороны. Это все тяжело собрать, когда есть несколько источников света. Ну вот хотя бы вот в эту часть. Очень красивая. Ну, цветок не крупный. Цветок сантиметров где-то 10. Она берет обилием. Вот она у меня с двух цветоносов. Кстати, очень хорошо растет, цветет. Так, ну, несколько лет меня прокатила Мосси. Моя семя альбовая красавица. В общем, замерила я на ней цветок, когда расправляешь лепестки. Вот почему ее называют большой. Вот расправляешь лепестки, она огромная. 22 сантиметра цветок. Вот такая вот красота. По бирке, в общем, какой-то старый, откуда-то она. У меня Мосси вообще купленная с рук. По-моему, бланка на Аврору. Сейчас я берочку, да. Бланка на Аврору. Вот такая вот красота. Честно, делить больше не хочу, потому что она пропускает. По-моему, потом мне два года и не цветет. Так, ну, вот этот красавец. Ну, очень красивый сорт, очень удачный гибрид. Но почему-то я опять забыла его название. А бирочку я потеряла. Но помню, что это Вальвалькириан на Варнере. Ну, название вставлю. Так, цветет Мосси типовая. Вот такая у нее цветок 19 сантиметров. Она больше расправляется. Вот такая вот. Так, ну, цветет она каждый год. Ну, где-то 3-2 цветочка больше не дает. Но у нее очень хорошо. Она такая раз полностью расправляется. Не дотерпела я, потому что должна еще была вот эта альбовая Мосси. Первый раз у меня будет цвести. Но так как я боюсь, что что-то цветет, ну, следующее видео попадет. То, по-моему, Мосси поцветут. Недельки-две. Вот, если позвонит. Вот. Дальше у нас цветет красавица. Вот реально очень красивое растение. Это Людеманиана цирулея. По-моему, я даже не помню, откуда она. Ну, в общем, она попала ко мне пересортом. Было написано вообще в Арнере. А тут попалась, она расцветает раз Людеманиана цирулейная. Я помню, кто-то из поставщиков вот с такой венозностью рисунка. Я надеюсь, что камера это все берет. Вот показывал мне вот такую Людеманиану. Говорит, что долларов. Я думаю, не, ну что-то это совсем дорого. И тут у меня, бац, пересортом расцветает вот такая красота. Ну, у меня были и другие Людеманианы цивилии цирулейные. Тоже они имели венозность. Но она проявляется на седьмой день только. И чем ближе к отцветанию, тем венозность становится красивее. Вот. В общем, цветет гейлормунд. Ну, уже немножко отцветает, поэтому цветы и так тяжелые. У нее в расправе 25 сантиметров цветок. Цветет моси цирулейная. Это моси с припиской. В общем, голубая птица. Блюберт. Вот такая вот. Ну, два цвета носа. И как обычно, у нас все смотрит в разные стороны. Вот. Что у нас еще интересно? А, вот оно. Птеродактиле. Динозаврики. В общем, это шамбурки. Шамбурки алютаманиана. У нее такие крученые цветочки. Растение крупное. Я показывала цветоносы. Ну, и вот скоро она распустится. Ну, интересная штука такая. Чудная. Так. Ну, морковки будут цвести. Когда зацветут, покажу. Это уже цвела. Причем, повторное цветение для меня удивительно. Катазетум цветет в начале роста. Она уже попадала на видео. Вот. И раз такая, с другой стороны. Раз цветоноса выдала. Думаю, ничего себе. Потом еще там другая будет морковочка цвести. И еще одна. И тут у меня первый раз тоже распустилась. Это очень интересный гибрид. Это кингхаральд. Это большая крупноцветковая котлея. На котлею шрёдере. Вот такая вот красотка. Губа рюшистая. И, кстати, очень хорошо растет и цветет. Правда, сильно кидается корнями. Кидается в плане у нас горшка. Выскакивает. Они куда-то вечно растут. Ну, размер цветка, наверное, сантиметров 18. Еще вон бутончик лезет. Тоже очень хорошо. Я купила деленка. Она хорошо акклиматизировалась. И зацвела. Ну, вот такая вот. У кого много цветущих растений. Обращайте внимание на трипсы. Они настолько мелкие, что их не видно. Но они очень едят цветы. Такие, как палочки черненькие. Очень хорошо от них помогает октара по цветку. Прыскаете и все. Они сразу убиваются. Просто главное за этим следить. Слава Богу, вывела. Уже ничего у меня нет. Но если появляется где-то, вижу. Сразу обработала и все. Больше никого нет. И если у вас... Ну, вот, например, растения часто получаем. Вот с такими вот разводами от воды, удобрений. В общем, есть натирают лимоном. Можно натирать лимонной кислотой. Разводите на стакан воды столовую ложку лимонной кислоты. В ватку и протираете. Идеально растения вытираются. И тереть сильно даже не нужно. Для растений никакого нету. Это проблема. То есть, это как бы как кислота лимонная и все остальное. Ну, вот такой вот обзор цветений. Всем хорошего настроения. Пока-пока.